В субботу третьей седмицы Великого Поста читается восьмое зачало Евангелия от Марка. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора, пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Кустовное чтение субботы Третьей Седмицы Великого Поста повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос призвал на апостольское служение святого апостола Матфея, бывшего ранее мытарем и носившего имя Левий. Как известно, мытари, в нашем понимании сборщики налогов, были презираемы в иудейском обществе по той причине, что они собирали подати не в пользу родного государства, иудеи, а в пользу Римской империи, то есть по сути страны-оккупанта. Кроме того, собирая налоги, мытари очень часто в целях собственной наживы могли взять более того, что им было предписано. Иудеи знали об этом, однако никаким образом препятствовать этому не могли, потому что любое противостояние мытарям могло быть расценено как действие против самой Римской империи. В связи с этим само слово «мытарь» стало равнозначным слову «грешник» или даже «предатель». Иудеи, измерявшие всех людей такими шаблонами, даже не могли представить, что мытарь может быть хорошим человеком и стремиться к Богу. Христос же, будучи Богом, смотрит не на внешнее положение человека, а на его сердце. Именно поэтому Христос Спаситель не постыдился предложить свою дружбу тому, которого все другие люди просто отвергали. Господь видел то душевное состояние, в котором пребывал мытарлевий, как неспокойно и тяжело было у него на сердце. Безусловно, он как сборщик налогов уже что-то слышал об Иисусе из Назарета, может быть, даже слышал его проповедь. Но, ощущая себя грешным и недостойным Христа, Левий Матфей спешил затеряться в толпе, не смея самому подойти к Божественному Учителю. И Господь первый обращается к нему, «Следуй за Мною». Левий встает и молча идет за Христом. Святые отцы замечают, Господь во время Своего земного служения всегда находился с теми, кто в Нем более всего нуждался. И когда в дом бывшего мытаря Левия собрались его друзья, такие же мытари, как и сам Левий, Христос не погнушался их обществом, несмотря на то, что многие из них вели нечестный образ жизни. Но эти грешники отличались от мнимых праведников, фарисеев и книжников одной весьма существенной чертой. Они внутри осознавали свою неправоту, переживали за это и жаждали услышать Христа, а значит, были готовы и к духовной перемене. Тот факт, что Христос разделяет трапезу с мытарями, вызвал негодование со стороны книжников и фарисеев, которые возмутились, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. И в ответ на такое негодование духовных лидеров иудейского общества Христос открывает главную цель своего прихода на землю. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Христос говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Может ли кто-то из людей с уверенностью сказать, что он физически абсолютно здоров? Вряд ли. Точно так же и в плане духовного здоровья. На свете нет ни одного человека, который бы не имел духовных болезней или грехов. А значит, мы все нуждаемся в духовном лечении. Именно для этого приходит Христос. Сын Божий становится человеком, чтобы излечить человеческую природу, заболевшую грехом. Каким же образом Христос исцеляет человека? Посредством покаяния. По замечанию святых отцов, покаяние – это не столько то, что мы приносим Богу, сколько то, что сам Бог дает нам для нашего же спасения. Святитель Иоанн Златоуст так и говорит, «Воспользуемся же спасительным лечением, получим от Бога прочующее нас покаяние, потому что не мы приносим Ему покаяние, а Он дарует его нам». Следовательно, если мы хотим прийти к Богу, мы должны употребить тот дар, который дает нам возможность увидеть Бога и впустить Его в нашу жизнь – дар покаяния. И особенно актуально призыв к покаянию должен звучать в эти дни, в дни Великого Поста, которые, собственно, и предназначены для того, чтобы сделать нас ближе к Богу и приготовить нас к самой важной встрече в нашей жизни – встрече с воскресшим Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова